Пробили здесь, вышли сюда, пробили здесь, вышли сюда. То есть противник пока разворачивается, он начинает раскрываться. Вы на канале Тренер, меня зовут Субботин Сергей. Сегодня я вам покажу, как сглизиться с высоким противником. Противник может быть как агрессивный, работать первым номером, так и работающий на контратаку вторым номером. Сейчас я вам покажу более агрессивным противником, который сам идет вперед. Мой партнер, у меня чуть выше ростом, и он идет вперед, атакуя левой и правой рукой. И моя задача именно зайти и самому не пропустить, зайти в зону атаки. Вот моя задача заставить его провести атаку левой или правой рукой, любую, для того, чтобы самому быстро войти в зону атаки в среднюю ближнюю дистанцию. То есть я ее раскачиваю, и потом неожиданно выхожу в зону вот сюда. Вот здесь, когда оказывается, вот это моя как раз дистанция ударная. С этой дистанции я начинаю атаку или в корпус, или в голову. Естественно, после атаки он руки сразу вращает к голове. После атаки я выхожу с линии атаки. То есть я делаю уклон, провожу атаку и смещаюсь. Момент защиты, он может сразу перекрыться. Здесь, естественно, мне надо будет сбивать блок для того, чтобы провести дальнейшую атаку. То есть моя задача дождаться момента такого, чтобы он нанес именно прямой удар, чтобы мне было удобно войти в зону. И здесь следующая работа будет уже развитие атаки, именно в этой моей дистанции. Многие, войдя в дистанцию удара, теряются. То есть делают, допустим, уклон такой. Делают уклон. И после этого просто стоят на месте, или начинают обниматься, падать на противника. Здесь именно задача не заваливаясь плечами вперед, плечи оставлять под ногами. И в положении группировки не заваливаясь вперед плечами, не падать. Чтобы таз и плечи у вас всегда были под пятками. Вот в этом положении. Вот в этой дистанции вы должны уже, переводя центр тяжести ноги на ногу, с поворотом таза спины, наносить атаку и не оставаться на этой дистанции. То есть вы пробили, точнее на точке удара, и чуть-чуть выйти за спину. Пробили здесь, вышли сюда. Пробили здесь, вышли сюда. То есть противник пока разворачивается, он начинает раскрываться. Раскачиваете противника, он атакует. Входите, вы входите в сторону, еще одна атака. Сюда, сюда. То есть постоянно крутитесь вокруг него, после чего проводите атаку. Только проводим атаку, не идем в сторону и бьем. А встали на месте, плотно на ногах. Пробили свою атаку, потом ушли. Пробили, опять ушли. То есть стараемся работать стоя плотно на ногах. Следующая работа будет с противником, который не хочет обострять ситуацию, хочет работать вторым номером, все время оттягиваться. Здесь ваша задача уже наоборот. Своей атакой спровоцирует противника провести его атаку. То есть вы атакуете, он отходит назад, оттягивается. Вы его провоцируете. Вот он не хочет, а вы должны заставить, чтобы он провел контратаку. То есть вы начинаете его провоцировать. То есть когда сзади каната и идти некуда, противнику ничего не останется, как просто атаковать вас. И вот в этот момент, после вашей атаки, вы должны сделать защитные действия. Либо уклон, либо шаг назад. То есть вы провоцируете, Андрей контратакует. Вот здесь вы подхватываете. После ухода назад. Вот здесь атака. Либо когда я напарника наоборот сам раскачиваю и заставляю провести атаку. То есть он постоянно отходит, держит меня на дистанции. То есть я атакую, он контратакует. Но через шаг назад я не успеваю до него достать. Вот я не достаю. Либо надо делать подскок. И потом уже развитие атаки на этой дистанции. Либо наоборот, вход в зону атаки с уклоном. Я опять атакую, Андрей контратакует. Вот здесь вот. Укол можно сделать как в правую сторону. Так и в левую сторону. Еще раз. Еще раз. Еще максимально быстро двойку. Вот еще. То есть вот я вхожу в зону атаки именно на входе. После защитного действия. То есть это с условием, если вы противника заставляете с собой тянуться. То есть просто каждый раз делать атаку и уход. Противник будет это уже знать и видеть. Будет противоядие уже к этому готовить. Поэтому заставьте сначала его потянуться за вами. Вот здесь на входе будет шанс уже войти. Именно когда он будет за вами тянуться. Некоторые делают после уклона движение сильное вперед. Шаги длинные. Это тоже ошибка. Поэтому либо вы работаете на месте, когда противник около вас. Либо вы делаете короткие шаги за напарником, если он от вас отходит. Ни в коем случае никаких длинных шагов. Такая работа с высоким противником. Можете попробовать, отрабатывать. Пишите в комментариях, как у вас это получилось. На сегодня все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»